Детское радио представляет Там, где сливаются две реки, Волга и Ака, в древние времена был основан город Нижний Новгород. От Москвы туда можно доехать на машине за шесть часов. Недалеко от Нижнего Новгорода находится знаменитое село Хохлома. Тебе наверняка знакомо это слово. Означает оно не только точку на географической карте, но и народный промысел. Деревянную посуду, которую знают во всем мире. Потому что она настоящее чудо. На красном или черном фоне цветы да ягоды, выписанные золотой или зеленой краской. Появилась эта чудесная посуда на Волге, в деревнях, стоявших рядом с Нижним Новгородом и таинственным озером Светлояр. Над ней его, говорят, покоится волшебный Китежград. Может, оттуда, из Китежа и пришла к нам хохломская роспись. Точно этого никто не знает. Но есть одна легенда. Жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Самому царю служил. И царь щедро награждал его за труды. Только вот на свободу, как ни просил мастер, не отпускал. И решил иконописец бежать. Однажды ночью выбрался с царского двора и ушел на Волгу. Срубил себе избу на окраине леса. Жить на что-то надо было, а иконы писать боялся. Уж больнозаметные они были. Царские слуги сразу найдут. Вот тогда-то и придумал он делать посуду из дерева и продавать на ярмарке. Но не простую делал мастер посуду, а золотую. Потому что знал секрет золочения дерева. Правда, настоящего золота ему неоткуда было взять. Ведь не в царских палатах он теперь работал. И придумал тогда мастер использовать серебристое олово. Втирал порошок, всмоченное маслом дерево, а потом покрывал специальным лаком и закалял в печи. После этого расписная посуда и становилась золотой. Слава об этом чуде быстро разнеслась по всей земле. Дошли вести и до царя. Понял он, что за мастер делает золоченые чашки и ковши. И отправил стрельцов изловить беглеца. Но быстрее стрелецких коней летела народная молва. Узнал мастер о приближающейся беде. Собрал односельчан и раскрыл им секреты своего ремесла. А утром, когда ворвались в село царевы люди, заполыхала ярким пламенем изба чудо-художника. Сгорела. Одни головешки остались до краски на земле. Яркие, будто вобрали в себя жар пламени и черноту пепелища. Ну а мастера, как ни искали, нигде не нашли. В самой Хохломе в те давние времена хохломская посуда не производилась. Село было торговое. И туда с товаром приезжали жители соседних деревень, где основным промыслом было изготовление деревянной расписной посуды. Из Хохломы ее увозили на знаменитую Нижегородскую ярмарку, где посуду и назвали Хохломской. А в Нижний Новгород приезжали торговать не только русские купцы, но и иноземцы. Благодаря им о Хохломе стало известно в Европе, и в Средней Азии, в Индии и в Турции. Иноземцы думали, что русские мастера нашли, наконец, рецепт прочной позолоты для дерева. Некоторые заморские гости были уверены, что посуда и вправду золотая. И чудом считали, что она такая легкая. Ведь на хохломских ложках, чашках, ковшах самого дерева никогда не видно под узором. Золотистый, красный, черный – главные цвета Хохломы. Красный придает золоту теплоту и мягкость, а черный усиливает его сияние. В Хохломе рисуют на посуде земляничку, малинку, крыжовничек, черную и красную смородинку, рябинку. Именно так мастера называют ягоды, когда выписывают их. И никогда даже один и тот же мастер не напишет их одинаково. И вот тот же самый мотив заговорит по-новому. Узор то тянется вверх, то бежит по кругу, то извивается змейкой. Самый любимый орнамент хохломских мастеров – травка, изогнутая кустиком или одной былинкой. Травку обычно пишут красным или черным цветом. Ее ты найдешь на каждой чашке или плошке из хохломы. А еще на них можно увидеть перья жар-птицы. Правда, художники их называют по-другому. Кудрины – это самый сложный узор. Кудрины всегда пишут золотом. Хохломская посуда такая нарядная. Кажется, что ею можно только любоваться. Но в золоченый деревянный ковш можно налить окрошку и есть ее расписной хохломской ложкой. Из чашки с кудринами пить горячий чай. Знаменитый очень прочный лак не потрескается, а краски не поблекнут. Наверняка каждый из вас однажды вдруг останавливался, заглядевшись на нежную весеннюю зелень, первые цветы или на черное кружево осеннего леса с багряными и золотыми пятнами листьев. Хохломская роспись также приковывает взгляд, потому что она остановленная художником мгновение. Прекрасное мгновение. Чудо. Моя чудесная страна.